Добрый вечер! В прямом эфире телеканала «Пирамида новости» с обзором информационной картины дня в студии Чулпон Мелетбекова. Президент Сурумбай Джейнбеков сегодня принял председателя Совета Ассамблеи народов Кыргызстана Абдеган Эркебаева и директора государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при правительстве Бахтияра Салиева. Были обсуждены меры по совершенствованию государственной политики в сфере межэтнических отношений. Глава государства особо отметил, что гражданский мир и межэтническое согласие являются обязательными условиями для устойчивого развития любого государства. Подчеркнул необходимость выработки эффективных мер для укрепления единства народа и развития этнического многообразия Кыргызстана. Сурумбай Джейнбеков отметил особую роль Совета Ассамблеи народа Кыргызстана и ГАМСУМО в консолидации общества, укреплении единства народа и общегражданской идентичности в стране. Также состоялся обмен мнениями о проводимой государственной политике регионального развития мерах по ее совершенствованию. Абдеган Иркебаев и Бахтияр Салиев проинформировали главу государства о том, что рабочей группой с участием ученого и экспертного сообществ завершается выработка нового национального документа по всемерному содействию укреплению межэтнического согласия гражданского мира и единства народа Кыргызстана. Было отмечено, что в ней будут отображены современные актуальные меры с учетом реалий и вызовов сегодняшнего дня. Теперь и в Чуйском региональном управлении по градостроительству и архитектуре внедрена информационная система «Единое окно». Такая система позволит сэкономить до 8 дней у граждан, которые нуждаются в услугах госстроя. Такая работа усовершенствована в целях создания новых условий для обращения граждан и заявителей с использованием цифровых технологий. «Единое окно» предусматривает реализацию электронной программы, которая позволит организовать эффективное интерактивное взаимодействие с заявителем при сдаче документации в архитектуру. Кстати, система «Единого окна» на данный момент успешно функционирует уже в шести регионах страны. В планах у госстроя оптимизировать ее во всех региональных управлениях. В госстрою уже работает «Единого окна». Там мы переводим на цифровизацию, выдачу лицензии на строительство и сертификатов. А также там уже будет проведение госэксперции в электронном виде. Тем более, что у нас работает терминал, выставленный везде. Раньше они пришли, заявление наставили, потом пошли в банк, стояли в очереди. Сейчас у нас в каждом территориальном управлении терминал «Сталин» сразу там нажмет, кефитансий там сразу будет сдавать. Это тоже там создает какое-то условие нормальное. Контрабанда, вопросы борьбы с организованной преступностью, а также вывод из страны 700 миллионов долларов. Здесь речь идет о расследовании Азатыка. Эти и другие вопросы были обсуждены депутатами на очередном заседании профильного комитета, в ходе которого народные избранники были заинтересованы тем, как правительство борется с этими проявлениями. Подробности заседания вы узнаете из следующего материала. На заседании парламента вице-премьер Денис Шазаков сообщил о том, что работа по пресечению ввоза неучтенного и контрабандного товара ведется на системной основе и находится на контроле правительства. Он сообщил, что под понятие контрабанды попадают суммы свыше 10 тысяч долларов, вывезенные из страны без декларирования. До 10 тысяч долларов деньги можно вывозить без заполнения декларации, но сумму, превышающую этот размер, обязательно надо декларировать, сказал он, отметив, что если деньги не будут декларированы, это считается контрабандой. Проблема контрабанды у нас очень сложная. Это невозможно искоренить одной лишь заменой сотрудников или другими мерами. С этим надо бороться системно. Сейчас мы устанавливаем на единых границах ИАЭС автоматизированные системы. Это создаст условия для контроля за каждой машиной. А контрольно-пропускные пункты с Китаем были оснащены видеонаблюдением в онлайн-режиме. И это только начало. Мы будем модернизовать всю систему. Это на порядок снизит масштабы контрабанды. На заседании также была затронута тема о вывезенных 700 миллионов долларов, о которых говорилось в расследовании Азаттыка. Депутат Абалдетилаев акцентировал внимание на фактах, обозначенных в журналистском расследовании. По поводу 700 миллионов долларов, о которых сообщалось в расследовании Азаттыка, мы запросили документы из 17 банков за период с 2011 по 2017 годы. Согласно этим бумагам, за рубеж было переведено 932 миллиона 736 тысяч долларов. Бюджетных денег там нет. Это деньги торговцев за товары. Мы проверили каждую сумму, переведенную через банк. Посредством заключения контракта они переводились для покупки товаров, текстиля, строительных материалов. Это был товарооборот предпринимателей. Спикер парламента Дастамбек Джумабеков заявил о том, что информация о работе правительства плохо доходит до населения. Он выразил уверенность в том, что из Кыргызстана незаконным путем не вывозятся деньги, а из бюджета никто не ворует. За каждую копейку правительство отчитывается, заявил Джумабеков. Это деньги наших предпринимателей. У них времени нет отправлять необходимые для своего бизнеса суммы через банки. Или это дорого обходится, поэтому они передают деньги через людей, которые организовали законный способ переправки денег через аэропорт. Каждая копейка бюджета тоже под нашим контролем. Вы сами видите, уважаемые депутаты. Мы, когда рассматриваем любой отчет, всегда спрашиваем за каждую копейку. Что касается контрабанды товаров, то они в большинстве случаев завозятся из Таджикистана, заявил замглавы таможенной службы, отметив, что в основном возят сигареты и сельхозпродукцию. Так, после долгих обсуждений парламент признал работу правительства с ОПГ и контрабандой удовлетворительной. Чбек Шашенбиева, Нурдан Гарпеков, Пирамида. Усовершенствование материально-технической базы, повышение кадрового потенциала, внедрение в работу судов цифровых технологий, вступление в силу новых кодексов. Все это результаты реформирования судебной системы Кыргызстана. Как отмечают служители Фемиды, главная цель всех нововведений – это улучшить деятельность судов страны и обеспечить гарант законности. Подробнее о реформах в судебной сфере в нашем следующем материале. Совершенствование судебной системы в Кыргызстане – непрерывный процесс. Реформы проводятся с целью повышения качества работы судов. В этом году была усовершенствована материально-техническая база. Много внимания уделялось повышению кадрового потенциала. Несколько сотен служителей Фемиды прошли обучение в высшей школе правосудия. Кстати, в будущем году это заведение планируют перепрофилировать в Академию правосудия. Много было сделано в решении этического вопроса работы судей. Окончательное решение по делу судья принимает не только руководствуясь нормами закона, он также руководствуется своим внутренним убеждением. На принятие решения очень большое влияние оказывает также его нравственная установка внутренняя. Поэтому для того, чтобы судьи были самокритичны, требовательны к своему поведению, у нас в 2019 году, в марте месяце, на 11 съезде судей был принят кодекс чести судей, где очень большие требования к его нравственному облику, моральному облику. В рамках реформирования судебной системы совершенствуется законодательная база. Так, в этом году вступил в силу новый уголовный кодекс, новый процессуальный кодекс, кодекс о преступлениях и проступках. Эти документы привели нашу судебную систему в соответствие с международными стандартами. Согласно вступившими в силу новыми кодексами, был введен Институт следственных судей. В обязанности этих сотрудников входит рассмотрение ходатайства от следственных органов и органов дознания о проверке законности и обоснованности принятых ими решений. Основная цель была в том, что не допустить ошибку следственными органами до судебной практики. Они проверяют законность и обоснованность избираемых видов меропресечения и другие следственные действия. Эксгумация может быть, назначение экспертизы может быть, осмотр места происшествия может быть, прослушивание может быть. Большая часть реформирования судебной системы связана с внедрением цифровых технологий. Вводятся электронные автоматизированные системы. Автоматизированная информационная система предполагает введение всех дел, которые имеются в суде, как будут гражданские, административные или уголовные дела, введение статистики, то есть какие стороны, какие предметы, какое дело рассматривается. Это поможет судам, чтобы более четко определить, сколько дел поступает, ввести статистику, в то же время ввести статистику по соблюдению судей и процессуальных норм. Сама программа распределяет поступившие дела среди судей в зависимости от их сложности, категории и количества рассматриваемых судей, то есть в зависимости от его нагрузки. В том числе учитывается в некоторых судьях специализация. Что позволяет в этой части более равномерно распределить дела между судьями. Это позволяет тоже исключить действия или влияние председателя при распределении дел. То есть не будет той момента, допустим, когда, возможно, одни дела поступают только одному суде, а более легкие, допустим, другому суде. Не будет понятия фаворитизма. Для прозрачности работы судов сейчас во всех судебных залах устанавливаются видеокамеры, которые фиксируют не только изображение, но и звук. Вся информация передается в сервер, который располагается в Верховном суде. Как видите, несколько камер позволяют снимать всех участников процесса. Каждый микрофон позволяет записывать каждое выступление каждого участника. То есть программа параллельно записывает каждый микрофон. И что это дает? Это дает возможность записи протоколирования при аудио-видео. То есть в этом случае не будет последующих вопросов, почему некоторые вопросы не были отражены в протоколе. Но я могу сказать, что аудио-видео фиксирование позволяет вести видеоконференц-связь. То есть система позволяет вести связь, не привозя подозреваемых с местов, где они ограничены свободой. То есть как называемое СИЗО. Многое было сделано для получения независимости судов. Ведь для того, чтобы обеспечить права и свободу человека, суд должен быть свободным. В этом свете в последние годы произошли изменения финансирования судебной системы. Раньше за формирование бюджета отвечало Министерство финансов. Теперь эти вопросы решает Совет судей. Екатерина Токамбарева, Бакетбек Мамуцаев, «Пирамида». Теперь граждане Кыргызстана смогут встать на консульский учет за границей онлайн. По сообщению Пресс-службы Министерства иностранных дел, использование электронного ведения консульского учета предоставит возможность постановки на консульский учет наших граждан в дистанционном режиме без личной явки гражданина. Это также выступит одной из мер по защите прав и интересов сограждан за рубежом. Как доступная консульская услуга, позволяющая установить точное количество граждан Кыргызской республики, проживающих за рубежом, сказали в пресс-службе. В Бишкеке родилась седьмая тройня. С начала года, сообщила пресс-служба Минздрава, три девочки появились на свет 2 декабря в городском перинатальном центре. 35-летняя женщина родила на 36-й неделе беременности путем к сервисечения. Семья этих новорожденных должна первой получить от правительства 150 тысяч сумм. Напомним, Кабмин будет выплачивать по 50 тысяч сумм на каждого ребенка в случае рождения в семье троих и более детей. Соответствующее постановление вступило в силу 1 декабря. Министерство труда и социального развития предлагает в следующем году ввести новый вид пособия. Получать его будут дети в возрасте до 16 месяцев. Выплаты предназначены для малышей, проживающих в семьях, где доход ниже 2723 сомов. На выплату пособия в бюджете будет заложено 650 миллионов сомов. Отметим, на данный момент социальную помощь получают 312 900 детей. Тему продолжит наш корреспондент Екатерина Токамбаева. 32% населения Кыргызстана нуждаются в социальной поддержке. Сегодня в Бишкеке руководство Министерства труда и социального развития совместно с сотрудниками других ведомств, а также депутатами Джигурку Кенеша и представителями гражданского сектора обсуждали вопрос, как сделать так, чтобы получать пособия в нашей стране было проще. Минсоцразвитие в качестве решения предлагают создание института общественного контроля. Они состоят из 11 активных граждан, представителей гражданского сообщества, которые контролируют за качеством предоставляемых социальных услуг и за адресностью выплаты социальных пособий. По данным Министерства социального развития, суммы, выделяемой из государственного бюджета на выплату пособий, хватает только на 41% малоимущих граждан. Поэтому средства и даются особо нуждающимся. На данный момент помощь получает 312 900 детей. Безусловно, есть очень много нуждающихся, которые считают себя бедными, но по нашим положениям, по нашим законам мы не имеем возможности им назначать эти пособия. Джигурку Кенеша считает, что получить социальные пособия в Кыргызстане могут не все. Не только из-за нехватки средств в государственной казне, но и по причине сложности оформления необходимых документов. Иногда бывает крайне трудно собрать информацию о доходе конкретного человека. Так, например, у него может быть земельный участок в 5 гектаров или 10 гектаров. Но он утаивает эту информацию, в то время как за счет такого имущества может самостоятельно прокормить своих детей. Также в Джигурку Кенеша говорят о необходимости внесения поправок в действующий закон о социальных пособиях. В документе обозначается, что выплаты можно получать с фактического места проживания, но при исполнении этой нормы часто возникают проблемы. Мы заявляем, что с места фактического проживания, но там, например, это сработало только для матерей-одиночек. У них нет мужа, у них нет члена семьи, который должен доказывать свою трудоспособность. Он должен идти в службу занятости и сказать о справке о безработности. Но чтобы получить эту справку, нужна прописка. То есть получается в законе противоречия. Сейчас Министерство социального развития рассматривает возможность введения нового вида пособия. Оно предназначено для детей в возрасте до 16 месяцев, проживающих в семьях, где доход ниже 2723 сомов. На выплату пособия необходимо 650 миллионов сомов. Екатерина Токамбаева, Кенжибек, Максатулу, Пирамида. Общественные деятели Кыргызстана все еще возмущены пройденной выставкой в Национальном музее изобразительного искусства имени Гапара Тива. Напомним, в конце ноября в данном музее состоялась выставка о феминале, которая стала резонансным событием. Так, сегодня общественные деятели собрались, чтобы обсудить подобное явление и пути решения. Так называемые проблемы. Участники остановились на важности кыргызских традиций и обычаев и отметили, что подобное явление не присуще среднеазиатской стране. По итогам круглого стола участники собрали перечень предложений и создали резолюцию, в которой акцентировали внимание на выставке и выразили протест на проведение мероприятий в виде феминали. Данный документ активисты намерены направить руководству страны. Да, мы светское государство, но мы всегда были Азией и кыргызы испокон веков славились красивой национальной одеждой. Поэтому мы хотим объявить, что мы против такого и больше мы не позволим произойти такому на нашей земле. В Жумасеве-Кызылдон, города Баткен, начато строительство школы нового типа на 375 ученических мест. На возведение объекта Саудовский фонд развития выделил 84 миллиона сумм. Объект планируется завершить и сдать в эксплуатацию к концу 2020 года. К следующему учебному году планируется завершить строительство семи новых школ. Всего в Баткенской области насчитывается 233 средних учебных заведения. Сотрудники Департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства начали проводить зимний учет диких животных во всех регионах Кыргызстана, сообщает пресс-служба ведомства. В целях комплексного учета диких животных и птиц привлечены сотрудники госагентства. Общественных фондов Ильбирс, Пантера, ученые Национальной академии наук и егерян на местах. Учет проводится по основным охотничьим видам диких животных, а также редким и исчезающим видам животных, занесенным в Красную книгу Кыргызстана. Работы ведутся в охотничьих угодьях и на особо охраняемых природных территориях с применением GPS-навигаторов, которые должны помочь в получении точных и достоверных данных при наблюдении за дикими животными. А полученные результаты помогут оценить эффективность принятых мер по охране популяции, а также текущего состояния животного мира и прогнозы ожидаемых изменений. В проведении учетов было задействовано более 400 человек. Президент Саурумбай Джейнбеков днем ранее посетил национальный центр физиатрии. В ходе визита он ознакомился с деятельностью Центра борьбы с туберкулезом. Глава государства оценил работу информационных систем, работающих в отдельных больницах страны. Это первый президент, который за 93-летнюю историю больницы заинтересовался проблемами Центра по борьбе с туберкулезом. Ну а министерство намерено цифровизировать все центры по борьбе с туберкулезом. Как это будет работать, вы узнаете из следующего материала. Медицинские информационные системы, внедренные при техническом содействии Агентства США по международному развитию ЮСАИД, значительно усовершенствуют работу больниц, что не только облегчает труд медиков, но самое главное позволяет повысить качество лечения больных туберкулезом. Если раньше врачу приходилось, еле-еле он обслуживал 12 больных, то он сейчас может успешно до 20 больных спокойно обслужить, потому что у него уже время меньше уходит на всю эту бумажную форму носителей. Самое главное, что он стал больше уделять внимание больному. Он стал больше уделять внимание родственникам. Ранее он экономил каждую секунду, ему даже некогда было разговаривать с больным, потому что ему нужно было успеть записать, отнести, принести, приклеить, заклеить, вот все такое. Сейчас вся эта рутинная работа, которая занимала, можно сказать, 70% рабочего времени доктора, сейчас это освободилось. Информационные системы помогают принимать оперативные и стратегические решения, основанные на реальных аналитических данных, принцип сбора которых не сверху вниз, а снизу вверх. Начиная с электронной истории болезни, которая заполняется с поступлением пациента в противотуберкулезную больницу. Убиваются полностью все его данные, сканируется его паспорт. Эта заполненная форма отправляет к врачу. Сообщение о том, что в отделение поступает пациент, врач получает онлайн. Также в режиме реального времени к врачу поступают результаты лабораторных анализов пациентов, поскольку противотуберкулезные лаборатории также входят в общую информационную сеть. Больной сдает анализы и, когда уже готовый результат выходит, он поступает ко мне, например, к нам в отделение на компьютер. Мы открываем его, увидим результаты. И нам не надо сейчас бегать по лабораториям. Точно так же врач получает результаты диагностических и лечебных процедур, проводимых медицинскими сестрами. Информацию о своих действиях медсестры в общую сеть отправляют при помощи специальных планшетов. Вот они все назначения врачей. Я свои процедуры, которые сделала, отмечаю на планшете. И это все потом идет, сохраняя эта информация идет к врачу. Если врач что-то новое добавил, здесь у нас выясняется. Через компьютер же врач выписывает и нужные для лечения лекарства из больничного склада медикаментов. Таким образом, информационные системы помогают вести учет противотуберкулезных лекарств, расходующихся на лечение пациентов. У него сегодня появилась тошнота. Я хочу назначить препарат метаклопромид, который у нас есть в аптеке. Я нажимаю, он уже идет в дозировке в какой-то количестве одной таблетки. Один раз в день я ему даю. Очень хорошо. На писанину это бы ушло, может быть, какое-то чуть дольше. А тут я уже знаю, вот он пошел метаклопромид. Все данные персонифицированы, имеют высокий уровень защиты и связаны с базами данных Государственной регистрационной службы, Социального фонда и Фонда обязательного медицинского страхования через межведомственную электронную систему Тюндук. Я себя чувствую современным врачом. Я не то что сидела, писала ручкой до изнеможения. Я сижу сейчас, щелкнула, все у меня вылезло. Тут же посмотрела, тут же закрыла, тут же я назначение сделала медистра. Она не встает с места, дальше на пост пошло. Та отменила, ко мне пришло и все. Это очень мало времени на это уходит. Это наше будущее, мы к этому идем, продвигаемся. Я думаю, что это начало. Спасибо Юсаиду, что они услышали нас. Мое бы желание было, чтобы это все по Кыргызстану во всех туберкурозных учреждениях работали. То есть это была бы очень большая помощь для нашей службы и для Кыргызстана всего. В правительстве обсудили условия подготовки кыргызстанских спортсменов к Олимпийским играм и сумму вознаграждения в случае победы. Заместитель директора Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Канадбек Арпачиев сообщил, что наша страна намерена завоевать 21 лицензию по 13 видам спорта. Это вольная, греко-римская и женская борьба, дзюдо, легкая атлетика, бокс, тяжелая атлетика и другие. А по паралимпийским видам спорта страна рассчитывает получить не менее трех лицензий. Чтобы завоевать лицензии, отечественным спортсменам предстоит выступить в ряде международных турниров. На совещании обсудили и вопрос единовременного вознаграждения. Если атлеты удостоятся призовых мест. Предположительно, сумма вознаграждения составит от 5 до 10 миллионов сомов. Вице-премьер-министр Алтынаю Мурбекова поручила Госагентству по делам молодежи, физической культуры и спорта Национальному олимпийскому комитету принять необходимые меры для участия спортсменов в квалификационных турнирах. Напомним, 32-летние Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио. Ну а чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко претендует на лучший нокаут в мировом промоушене. Организация проводит опрос на своей странице в Твиттер. UFC отбирает лучшие моменты уходящего года и предоставляет возможность фанатам выбрать лучших. За звание нокаут года борются Хорхе Масвидаль и уроженка Кыргызстана. Шевченко провела первую защиту чемпионского пояса, победив американку Джессику Ай. Спортсменка с жестким ударом ноги в голову отправила соперницу в нокаут. Ну а теперь о суде. По делу о модернизации ТЭЦ на этой неделе выступила сторона гособвинения. И сторона защиты состоялись спрения сторон, в которых стороны приводят свои доводы по этому делу. Мы же решили узнать о рациональности использования денежных средств, которые были направлены на модернизацию столичной теплоэлектроцентрали, на которую было затрачено 386 миллионов долларов. Подробности в следующем материале. Уже на протяжении года идет процесс по факту коррупции при модернизации столичной теплоэлектроцентрали. По этому делу на скамье подсудимых находятся 8 чиновников, именно которых уже у всех на устах, в их числе два бывших премьер-министра, министры по различным отраслям и главы энергосектора, которые обвиняются в коррупции при реализации проекта модернизации ТЭЦ на сумму 386 миллионов долларов. Сумма-то получена, но модернизации как таковой не произошло, говорят специалисты. Отмечая, что стране теперь придется выплачивать около 500 миллионов долларов. Прошлогодняя авария показала, что хотя было затрачено 386 миллионов долларов, но там в ТЭЦе не были выполнены такой объем работы. Те работы, которые были выполнены на Бишкекском ТЭЦе, не стоят 386 миллионов долларов. С того момента открылись новые обстоятельства дела. На процессе выступили сторона защиты и обвинения. Последняя из них заявила, что обвиняемые пытаются перевести данное дело в политическую плоскость, отмечая, что оно имеет под собой политическую подоплеку со стороны действующей власти. Материалы дела опровергают полностью эти доводы, сказал прокурор. Такого же мнения придерживаются и эксперты. Сейчас в обществе сложилось мнение, что во время предыдущей власти было много коррупционных дел. Одно из этих дел – пшкекский ТЭЦ. Поэтому, я думаю, у сторонников обвиняемых и защитников не получится перевести стрелку на другую сторону, что это политически мотивировано, что это безвинные люди преследуются. Эксперты заявляют, что ее реконструкция проходила с глубочайшими нарушениями. На ТЭЦ устанавливалось устаревшее оборудование, а строительство велось без проекта и ТЭО. Это и стало причиной аварии на ТЭЦ, сказал эксперт. Там были недоработки, потому что не была построена система химико-водной подготовки, не была построена полностью система золоудаления. Естественно, 26 января 2018 года произошла крупная авария, когда именно из-за отсутствия системы химико-водной подготовки, там произошло, что на китайские энергоблоки не хватило авиационно-технической воды. Естественно, они встали, строилось, как в колхозе, как строили коровник. Вот так они строили, понимаете, поэтому там произошла авария. И дело в том, что на сегодняшний день эта угроза, риск аварии на ТЭЦ в городе вообще полностью не устранена. После аварии на ТЭЦ всего было возбуждено три уголовных дела по коррупции, при отборе подрядчика на модернизацию, по недостаточной подготовке к ОЗП и по отмыванию денег, выделенных на ее ремонт. Так чиновники сделали все возможное, чтобы обогатиться за счет проекта, говорит следователь. В этом случае коррупция – это не просто получение взятки. Здесь идет речь, что должностные лица, наладив устойчивую связь с иностранной компанией, создали необоснованные преимущества. Очевидно, какие выгодные условия предоставили компании. Достаточно и того факта, что иностранной компании дали большие полномочия. А ведь она даже не специализируется на строительстве ТЭЦ. Все сделано на заказ. Оборудование на китайском, где гарантия, что наши специалисты на 100% освоили эксплуатацию. Здесь установили китайское оборудование, работают их специалисты. Это был просто политический проект, чтобы набрать политические очки. После изучения всех материалов дела суд перешел к премиям сторон. Выступили гособвинители и сторона защиты. Последнее слово было предоставлено каждому обвиняемому. Граждане надеются, что суд вынесет правильное решение и по этому делу. А эти люди возместят причиненный с их стороны ущерб государству. Людей было жалко, конечно, нерзли. Мы-то как-то в частном секторе уже привыкли к этим, ко всем перепадам. А там тяжеловато было людям. Но я надеюсь, что такое больше не повторится. Мы же говорили, что деньги могут было два таких тет построить. А тем временем в Свердловском райсуде завершается рассмотрение уголовного дела, связанное с модернизацией ТЭЦ Бишкека. Судья выступили в репликах, затем обвиняемые выступили с последним словом. В настоящее время судья находится в совещательной комнате и стороны ожидают вынесения приговора. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды и курс валют. Всего самого доброго и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин